Убежные открытые действия. Никогда не ожидал от Кулебы такого. Ну, якобы вышел такой материал, что не выдавать консульство, они должны принимать документы от мужчин, которые за рубежом для получения украинского паспорта иностранного, заграничного. Ну, не было там подписи, потом стали говорить про Сибигу. Многие говорили, что Сибига заменит Кулебу. Это под Ермака делается. Он, как известно, в офисе президента, но если переводить на это нормальный, удобоверимый язык, это канцелярия президента. Она нигде не прописана, в конституциях, в законах ее вообще нет. И вот, собственно, завканцелярии, зав. офисом Ермак. У него нет никакого государственного статуса, он просто зав. канцелярии. Вот в любой момент вещи собрал, коробку, знаете, американские фильмы. И, как говорится, я не я, и хата не моя. И вот он этого своего первого зама Сибигу отправил под Кулебу. Ну, все говорят, вот, Кулебу поменяют. Я не думаю. Я думаю, просто Ермак, будучи такой, достаточно. Ну, и за ним те, кто стоят. Да, такие люди очень грамотные действуют. Ну, надо что сделать? Надо под Кулебу поставить Сибигу, чтобы, как говорится, шаг влево, шаг вправо. Сибига должен все контролировать и докладывать Ермаку. Ермак будет докладывать там, куда надо дальше. А на сцене будет Зеленский, как бы, вот, жена Зеленского, он там, может, еще некоторых будут привлекать. И вот, ну, поднялся, как бы, такой серьезный в сетях процесс. Как это может вообще такое быть? И тут вдруг подключился к этому госпредприятию документ, заявившее, что оно приостановило выдачу документов за рубежом вообще для всех взрослых граждан Украины. Представляете? Но если это не попрание всех прав и свобод, вот, и так же, как это распоряжение Кулебы, то, извините меня, но, вообще-то, это... Моментально, как в нормальной стране, которая, вот, типа, Украина рассматривается Евросоюзом, кандидат, переговоры, как это все должно делаться? Очень просто. Нарушены основные нормы европейского пакета по правам юридического пакета. За это все время, видите, и Венурию, этого Орбана, Евросоюз все время щемит. И Словакию немножко, и Польшу. Постоянно за нарушение вот этого системы правового элемента, на чем основан Европейский Союз. А тут, как бы, ничего, нормально все, можно так ущемлять, ну, не то, что ущемлять, попирать права и свободы людей. И это, как бы, все нормально. Кулеба рукополагаемый. Ну, и вот теперь Кулеба выставил, видимо, посоветовали, что ты давай на себя, парень, удар бери, при чем тут Сибига, давай ты отвечай. И Кулеба, где он это написал, как я понимаю, в этом самом, в Иксе, да, то есть у Маска. Вот, что же он заявил Кулеба? Он заявил следующее, что, да, икс, это, он заявил следующее. Захист прав та интересів громадян Украины за кордоном завжди був и залишается приоритетом Министерства закордонных справ. Водночас в умовах повномасштабной российской агрессии головным приоритетом є захист батьківщины від знищення. Ну, это уже абсолютно антиконституционное заявление. Как это выглядит сейчас? Человек призывного века выехал за кордон, показал своей державе, что вопроса и выживания его не обходить, а потом приходит и хочет отримать от этой державы послуги. Так не работает, у нас в стране война. Ну, во-первых, Кулеба говорит, как это, война. У нас это не сказано, что война. В каком законе, документе, что у нас война? Нет, у нас нет войны. У нас есть военное положение, цепохи дна ведвийной, но войны нету. Потом, ну, он говорит, совершенно как бы не соответствующий ни одному документу, посыл дает про какие-то там пытания, выживание его. У каждого человека свобода воли, свобода решения. Каждый сам принимает это решение. Поскольку люди являются гражданами государства Украины, а конституция это соглашение между гражданами и людьми, то государство обязан, аппарат государства, а Кулеба менеджер нанятый, и Кулеба получает деньги за счет украинских граждан-налогоплательщиков. Поэтому не ему решать, как кто должен поступать. Кроме того, обовязок оновлет из своей ДТК, и снова, в общем, это уже такое все, до мобилизации. Какой обовязок? Обовязок вообще у человека только один. Он платит налоги, все, больше у него никакого обовязка нет. Все остальное это просто коммунистическая, кагибистская болтовня, оставшаяся от той империи советской, в которой Кулеба и его папа, и мама жили. Воюет, отдаёт, да, ну каждый решает на фронте, он контракт подписывает, он же не бесплатно там жизнь отдаёт. Да, он принял такое решение, или его похитили незаконно, но он тогда должен соответствующим образом реагировать. Но при этом он будет получать услуги, он должен их получать. Перебивание за кордоном не звольняет граждан от обязанностей. Да нет никаких обязанностей. Какие обязанности? Кулеба, ты о чем? Потому что я вчера доручил вжить заходы, что до восстановления справедливости, представляете, что он заявляет, ставления, до человека мобилизационного века за кордоном. Это будет честно. А кто такой Кулеба, что он определяет, что честно, что не честно? Вы вдумайтесь, молодой парень. Я, конечно, просто думаю, зачем было пролагать им дорогу, этим ребятам? Зачем мы, наше поколение, проложило этим ребятам дорогу? И что надо было делать, чтобы они такими не выросли? Невдовзи МЗС надаст уточные неразвязнания. Слышите, они будут надавать. Они исполнительные органы. Не надо никаких разъяснений. Есть закон. До вступу в ДИЮ закону. А может, вообще он не вступит в ДИЮ. Откуда он знает? То есть, что мы хотим сказать? Это он опубликовал. Ну, уже вот только за это его надо немедленно отправлять в отставку. Что тут надо еще? Ну, и вот это то, что принял, конечно, этот государственное предприятие. Документ. Не выдавать тем, даже кто сдал свои, что они не будут выдавать документы даже тем, кто заплатил консульский сбор и сдал свои документы. Вы представляете, это как завалят теперь позовами. Причем, почти сразу будут идти они автоматом в Европейский суд по правам человека. Свободы и прав человека. Почему? Они же не понимают, что они делают. То есть, они обязаны. Есть закон, по которому надо действовать. Закон про мобилизацию в действие не вошел. Поэтому, те, кто сдали документы, им обязаны вообще все выдать. То, что государство, этот, как он называется, документ заявил, что он не будет выдавать людям паспорта. Там что-то заслались на какую-то техническую проблему. Да, ребята, это ваша проблема. Просто вас обанкротят. Будут просто такие иски будут к директору и прочим. То есть, понимаете, ребята не понимают, что они делают. Они, ну, как бы, они исходят из текущего момента. Приказали так. Ну, понятно, что он не сами же, не Кулеба сам принял это решение. Не этот, как он, Сибига. Кто такой Сибига? Мы слышали, кто такой Сибига. Не вот этот директор этого госпредприятия. То есть, люди заплатили деньги. Люди вступили с ним в договорные отношения. Есть четкий регламент, сколько должен быть, в какой период выполнен этот договор по производству этого продукта, купли и продажи. В данном случае паспорта. Они должны его выдать. Они отказываются выполнять то, что они получили за что деньги. Вы представляете, что творится? И они думают, что это им с рук сойдет. Ну, это же смешно. Это просто, это даже не то, что смешно. Это вообще, это какой-то, это вообще, то есть, власть в Украине входит в фазу безумия. И они в этой фазе безумия хотят туда вовлечь всех остальных. Но если вы там находитесь, это ваше дело. Это ваше дело. А другие не хотят там быть. Какой мы из этого вывод делаем? Что власть в лице Зеленского, Ермака, Кулеба теперь понятно. И там правительство, видимо, надо говорить. О Шмигале, конечно. О Сибике. Потому что он подрядился четко, что он, собственно, человек, выполняющий волю Ермака в данном случае. Ну, Зеленского не берем, потому что мы не знаем, у него есть воля. Какая-то есть, конечно. К чему-то. К чему-то есть. Но трудно сказать, кто у них главный волеобразующий. Это Ермак или Зеленский? Какую роль играет жена Зеленского в этом процессе? Отец Зеленского какую роль играет? И те, кто стоят за ними. То есть, если Зеленский имеет элементы самнабулы, то должен быть оператор. Ну, это очень просто, если вы даже такой совершенно примитивный пример. Если вы читали там похождение Графа Калиостро, например, в России, то он приехал в Россию, вот в период же тогда, это Катерина правила, все. Он приехал с такой девушкой определенной. Она была, самнабула. То есть, она выполняла, он ее вводил в определенное состояние транса, и она выполняла его, как бы, приказы и так далее. Надо почитать, это очень интересно. Он создал там, кстати, в России ложу, вот, масонскую, египетского обряда. Вместе Потемкин в нее вступил, так называемый князь. Ну, и Катерина же потом их всех выгнала, но ложа осталась, да. Это был филиал французской ложи «Великий Восток». Французская ложа «Великий Восток», она всегда контролировала, вот, уже после Калиостро, это пространство. Ну, была конкуренция между французами и между Соединенным Королевством, в данном случае, Туманным Альбионом. Вот. Таким образом, мы видим, что, как бы, уже вот эта верхушка, это, собственно, группа, но это, такое название есть, ястребы, да. То есть, они выступают за тотальную войну. И они говорят, что все остальные в стране, уже поскольку паспорта не будут давать ни мужчинам, ни женщинам, которые сдали, да, эти свои документы, даже им, не говоря о том, что и принимать тоже не будут. Это, естественно, означает, что это полное, открытое попрание Конституции, хартии прав и свобод человека под прикрытием вот этих каких-то, так сказать, псевдопатриотических гасел. Это все билетристика. Это все, как бы, никому, ну, оно в международном праве не играет никакого значения. В основу положено права и свободы человека. Вот и все. Например, Бундестаг Германии принял решение, что можно менять теперь каждому гражданину Германии пол свой раз в год. Это нанесет удар патриотическим каким-то элементам, призыву. Конечно, человек, мужчина, записывается, что он женщина. Его заберут к в армию? Нет, конечно, нет, заберут. Он же женщина, правильно? Он поменял пол. Поэтому, как чьи права на первом месте? Государства Германии нет человека. С его какими-то представлениями об этом всем процессе. Вот и все. Поэтому, естественно, все будут инстанции, все структуры так или иначе будут защищать человека, его права и свободы. Но не сразу, конечно. Это не будет сразу происходить. Это где-то будет происходить после проведения выборов в Европейский Союз. Вот они пройдут, и тогда многое изменится. Плюс пройдут выборы осенью в Великобритании. Плюс ноябрьские выборы в США, конечно. То есть, это как бы вот ситуация, она достаточно текущая, то, что сейчас происходит. Ну и на этом как бы гребни, особенно поскольку пришли деньги от... Ну, придут оружие приходит, идет сейчас от США, плюс 600 миллионов долларов дала Великобритания сумок, плюс Нидерланды. То есть, такой как бы мощный импульс для продолжения войны. То, конечно, как бы ястребы в руководстве страны воспрянули, потому что они получили поддержку. Такой пошел серьезный клек от других ястребов войны. Поэтому как бы вот будет это происходить. То есть, Украина стояла перед дилеммой. То есть, не было бы денег от США, значит, надо было идти на мир. Поскольку деньги и оружие сейчас придут, собственно, сегодня у нас 23-е, вторник. Сенат, я думаю, уже сегодня примет это решение, и Байден сразу его подпишет. То есть, уже с 24-го числа, как раз 24-04, 20-24, это, конечно, число такое вообще, совокупность очень серьезная. Естественно, что уже первый пакет, огромный пакет придет в Украину. Он уже, я думаю, на складах Пентагона в Польше лежит. Поэтому тут как бы нечего сомневаться. Ну и, естественно, тогда будут какие-то процессы. Поэтому плюс американцы дают много денег на переподготовку. То есть, надо набрать молодых людей и бросить их в армию. Они должны пройти это минимум 3 месяца перед этой военной подготовкой, чтобы были новые бригады. И они пойдут уже туда на ноль, на мясо, на войну. Вот как бы такая логика. То есть, какой вывод делаем? Ну, что, как бы, Кулеба свой выбор сделал. Сибига свой выбор сделал. Директор и замы директора госпредприятия. Надо опубликовать их фамилии, чтобы хоть знать, кто они, что. Кто их там, где они. Видите, мы про Сольского узнали. Про эти гектары. Вот министра Гравны. То он, помните, такой ходил, все. А теперь оказалось, что тут его уже будут снимать, потому что по нему дело огромное открыли. По земле, по предприятию, по этим присвоениям и так далее. То есть, все быстро очень меняется. Ну, вроде как он с Богданом работал, что это была его креатура. Теперь ситуация поменялась. Есть уже другие, которые работают не с Богданом, а с другими. То есть, все поменялось. Ну, и как бы тех, кто за рубежом, они же очень сильно нервничать не будут. Они будут теперь, у них есть, для понимания Кулебы, там еще кто-то им это рекомендовал. У них теперь есть официальный документ о том, что государство Украины в лице Кулебы, министра иностранных дел, который превысил свои полномочия в лице предприятия государственного документ, которое нарушило свои обязательства по тем пакетам, которые она взяла у людей деньги за подготовку паспорта. Это является законным основанием обращаться к разным государствам за политическим убежищем. Ну, не все будут давать политическое убежище, но, с другой стороны, это является документом уже официальным, открытым, где министр иностранных дел открыто выступил с открытыми публичными угрозами по отношению к гражданам Украины. То есть, он нарушил Конституцию Украины, он ее попрал. Он не хочет выполнять законы, которые должны выполнять. Он полностью попрал всю систему законодательства. Он себе присвоил функции толкования законов. Они были давно выписаны. Таким образом, это является абсолютно поводом для выхода с украинского гражданства. И это сейчас начнут делать, так сказать,